приветствую друзья сейчас будем проходить вторую миссию третьей кампании игры месси фасал миссия довольно таки как бы сложная верни как она сложная пока ты не пони сыграешь нее несколько раз не нащупаешь победную тактику вот и с этой победной тактикой я вас сейчас и познакомлю играть будем формате реплея то есть я это будем смотреть запись моего удачного прохождения последнего с минимальными комментариями уровень сложности средний естественно сначала посмотрим брифинг как обычно в ваша последняя победа вынудила противника отойти 12 революционная армия планета но был раз занимает сильные оборонительные позиции в республике анубистан она прикрывает развертывание армии государств вольфсберг и шадоу вуд очевидно что лига готовит массивное контрнаступление на всем континенте great ship возможно противник также попытается атаковать ваши экспедиционные части с севера республики дартона и вернан уже провели всеобщую мобилизацию к счастью мы достаточно сильны чтобы вести бой на обоих континентах ветераны компании на нью парадайз уже высадились на западном побережье дартона энергичная атака помешает противнику перебросить войска через море правда мы завели мы заметили легион смерти который попытается обойти ваш левый фланг генерал он не представляет особых проблем для такого опытного командира как вы просто загоните его обратно в сторону мазараша и так вот ваши цели генерал вы должны провести две одновременных атаки на обоих континентах и полностью подавить всякость сопротивления 1 отдельная эскадра планеты но был раз готовы обеспечить взаимодействие между вашими флангами она передана ваше полное распоряжение дайте им сами знаете что генерал раздавите генерал боевые действия поскольку мы сейчас будем просто смотреть реплей то делаю обзор карты цель миссии цель миссии захватить вот эту страну и две вот эти страны то есть захватить три вот эти страны атакуя вот с этих позиций но естественно мы с этих позиций не сможем атака захватить этот континент потому что вот это секретные союзники он их через один-два хода после начала игры на первом же ходе по моему откроет вот и начнется огромный поток войск неприятелей этими силами мы не удержимся и тут как раз таки ключевое ключевые события будут происходить на соседнем континенте не на этом хоть мы и должны на этом захватить эти три страны на самом деле ключевые события будут развиваться вот здесь вот на правом континенте на этом континенте нам нужно будет выполнить три вещи во первых сдержать вот здесь вот силы противника мы мы не сможем захватить эту страну потому что сами видите сколько там всевозможных пушек наша цель просто не пропустить их вот на территории вот этой стороны большой эти вот эта группа будет войска задерживать неприятели здесь во вторая группа которая будет являться в принципе тут все как все важны одинаково вторая группа будет продвигаться на север вынося все на своем пути но естественно мы не сможем не здесь удержать противника не продвинуться на север без резервов резервы у нас есть нам дают во первых авианосец на который мы можем перебазировать самолеты со столицы а во вторых что даже более даже важно наверное нам дают линкоры два линкора один линкор мы кидаем а значит на поддержку наступления вернее на поддержку вот этой группы войск которая должна сдержать и приятеля не пропустить его на эту территорию а второй линкор мы отправляем вот сюда чтобы он поддерживал наступление вот этой группировки вот именно таким образом я считаю я других по тактик победных не знают и миссии по моему их просто нету авианосец он будет поддерживать наступление сначала по этому направлению вместе с линкором а потом он подключится также как и линкоры на вот этот континент вот в принципе такая тактика в двух словах а еще важный момент очень то есть если вы играете первый раз второй раз вы можете растеряться потому что вместе кажется сложно непроходимый еще важный момент естественно удержать эти страны мы не сможем на среднем уровне сложности на легком может быть можем но не на среднем удержать их мы не сможем поэтому цель вот этих войск просто максимально вымотать противника чтобы в его странах закончились резервы мобилизационные потому что у компьютера точно также ресурс мобилизационные ограничены допустим 578 ходов он может производить войска потом он уже не может если мы 5 7 8 ходов этих продержимся то мы выиграли так вот удержать две стороны нереально но реально удержать вот эту страну то есть нужно сконцентрироваться на обороне вот эти границ пока мы и держим несколько ходов и поступка получаем им мобилизационный ресурс то есть мы продолжаем ставить сюда то технику но прикол в том что можно и эту страну все-таки удерживать удерживать и получать за это мобилизационные ресурсы это я понял вот именно в последнем прохождении который вы сейчас и будете наблюдать еще раз говорю на этом континенте нам нужно ли максимально долго заряжать противника до того как мы разгромим захватить вот эти 100 столицы вот эти стороны сдержим здесь противник захватим вот эти две стороны получим очень крупную репарационную сумму и на эту репарацию мы тут бои до добьем противника давайте начнем возвращаемся главное меню и запускаем повтор боя и и и и и и Играет, напоминаю, на среднем уровне сложности. На легких и на средних уровнях, ой, на трудных, естественно, условия могут немножечко меняться. Но я принципиально все игры играю всегда на среднем уровне. Наш ход. Максимально двигаемся вперед, чтобы отодвинуть неприятеля от наших границ. Нам очень важно удерживать границы, чтобы получать мобилизационные ресурсы. Максимально двигаться. Друзья, я забыл в предисловии сказать, что вторым ключом к победе является два катера с танками, которые у нас есть. Один катер мы отправим вниз на подпитку группировки, второй наверх, под компьютер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Перебазируем самолёт на авианосице. Чтобы поддерживать наступление на север, на другом континенте. Продолжение следует... Продолжение следует... Два джипа и два танка. И вот ту группировку, которая держит оборону на юге второго континента, она будет подпитываться этой техникой. Это очень важно. Без неё не получится. Так же и как не получится вот здесь вот атаковать в северном направлении, не высадив десант на юге. То есть мы возьмём противника в клещи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наш ход. Уничтожение вражеского робота дорогого стоит. Я на уничтожение за один ход потратил 2 мортиры и робота, чтобы его вынести. Но он этого стоит. Не забывайте, что он стоит 4 доллара. А тот же танк всего 2. Мы нанесли финансовый урон очень серьезный компьютеру, потому что он потратил 4 доллара на этого робота, а мы его вынесли. Больше у него таких денег не будет. Вот, здесь линкор и авиация поддерживают наступление. Так, а вот у нас там транспорт плывет на север, чтобы высадить десант на севере. Здесь отбиваемся, продолжаем. При этом, видите, компьютер уничтожает наши джипы, а мы сразу же на пустое место высаживаем новый джип. У нас потому что стоит катер. Транспортное судно с 4 единицами техники. И мы подпитываем, подпитываем группировку. Атакуют наш авианосец, линкор, но это я ожидал, рассчитывал на то, что здоровья хватит выдержать. Пару ударов ракетницы. Всегда можно отвести его в сторону, в корабль. Под компьютером. Здесь мы сейчас высадим десант. Смотрите. Или в следующем позе. Здесь линкор продолжает оказывать поддержку. Вот, высадили мы десант на северном, в северной стороне, вот в этой второго континента. И сейчас начнем захват. Здесь мы без поддержки линкора бы не справились, естественно. Удачно мы делаем. Удачно играем. Это я сегодня второй раз выкладываю. Вчера я выкладывал уже прохождение этой миссии, но мне не понравилось, как я ее прошел. И вот сегодня я сыграл более удачно. И вот сейчас вы это смотрите. То видео я удалю, залью лучше это. Смотрите. Так и прут у него танки У компьютера С севера Но ресурсы у него все равно ограничены Если мы будем держаться У него ресурсы закончатся И поток танков прекратится Так, наш ход Тут наш десант Отбивает его тут же окружили партизаны Отвели в сторону катер Чтобы не потопили Линкор там тоже сыграл Ключевую роль Напомню, из города я перебазировал Два самолета на авианосец Но один оставил Чтобы он добивал недобитков Два самолета на авианосец Два самолета на авианосец Два самолета на авианосец Но microwave У нас уже не осталось практически техники сдерживать противника на первом континенте. Поэтому все внимание в основном переключаем на этот. Отступаю и отстреливаемся ракетницей. Продолжение следует... 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 Сейчас враг начнет захватывать столицу. Наши. Все. Этих мы потеряем дальше. Перебазировали еще один из города, самолетный авианосец. То есть я купил на репарацию три самолета в городе. Вот видите, я их перебазирую. И третий. И перекидываем все силы, теперь кидаем на север. Грузим технику. Грузим технику. Какая грозная сила, да, у нас с моря подошла. Выносим все, что подошло близко к берегу. Лимфорами, авианосцами. Так, здесь продолжаем переброску войск на север. Здесь на репарацию, мы видите, сразу закупили же три танка. А, вернее, стоят эти транспортные, все понятно. Я просто смотрю издалека, я не очень хорошо вижу. Ну все, ракетница свою работу выполнила. Погибла как герой. Это тоже, кстати, показательность, что ракетница последняя, кто погиб на этом первом континенте. Потому что, значит, мы ее все-таки сберегли, она отработала по максимуму, как могла. Вот если бы джип остался последним или танк, вот это было бы показательно, в плохом смысле. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас погрузим их на транспорт и перекинем на первый континент... Вот перебазировали мы еще три штурмовика... Свежекупленный... Высадили десант... Сейчас будем зачищать континент... Смотрите сколько техники выгрузили... И тут еще... Напостроили свежий... Но она уже не понадобится... Я думаю... Вроде бы так... То есть ключ к победе... Это захватить вот эти две верхние страны... Потому что вибрационные ресурсы и репарацию... Они дают огромную... Захватил две вот эти страны на втором континенте... И дело сделано... Строи авианосцы... Линкоры... Танки... Но компьютеры и ресурсы уже закончились... Единственное, что у него осталось... Это партизаны... С которыми мы столкнемся... Когда войдем на его... Территорию... На территорию его страны... Но партизаны... Они... Не составят большой проблемы... Тем более при такой поддержке с моря... Черни... Территория. сейчас вот в ту верхнюю страну я высажу десант и сразу же партизаны себя проявят и мы по крайней мере будем знать по кому стрелять с линкоров и так далее то есть я уже приготовил корабли видеть чтобы как только партизаны появится на как сразу же их вынести линкорами авианосцем а нет я решил взять выше аль поплыть высшему это в предыдущий раз я так сделал какая-то как час описывал вот я специально все танки там внизу собрал в одну линию чтобы синхронно все вместе зайти на территорию так будет легче с партизанами разобраться вот здесь мы высадили хороший десант там жиденькое сопротивление конечно здесь тут же моментально уничтожили всех вмс это сила конечно кто остался отбомбили самолетами и сейчас просто нужно чтобы какой-то юнит зашел в город и все ну сейчас с этими партизанами также разберемся здесь правда посложнее здесь нет поддержки с моря но тоже разберемся у нас есть ракетницы зато все друзья миссии это пройдено реплей закончился вот так она и проходится спасибо за внимание увидимся в следующей третьей серии третьей миссии третьей компании до свидания друзья